Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Пальмовая аллея по-кански. Сегодня состоялось торжественное открытие символа седьмого международного Каннского видеофестиваля. Аллеи из самых необычных пальм. Все объекты современного искусства сделаны руками детей из Канска, Норильска и Москвы. Одним из первых вдоль новой аллеи прошел и наш корреспондент Виктор Котенков. Этого события ждали год и оно свершилось. В Каннске среди сосен возведена пальмовая аллея. Это сооружение появилось в рамках Каннского видеофестиваля, который проходит на Каннской земле уже в седьмой раз. Все работы от эскиза до создания и посадки своей пальмы выполнены руками детей из Канска, Норильска и Москвы. Идея родилась еще два года назад в столице, а воплощена в жизнь за много тысяч километров в Каннске. Первый год он был посвящен, скажем так, подбору посадочного материала. Был проведен конкурс. Мы как бы выяснили мнение москвичей, норильчан и канцев. Было собрано около 80 проектов. И год назад на шестом Каннском видеофестивале была организована выставка. Министры, чиновники, предприниматели и руководители, строители и просто горожане пришли на торжественное открытие, чтобы стать живыми свидетелями появления столь причудливого объекта современного искусства. Каннская пальмовая аллея считается открытой. Металл в основании, монтажная пена и краска. Именно из этих составляющих созданы сибирские пальмы. Организаторы уверяют, что эти пальмы прослужат как минимум 5 лет. Если, конечно, недоброжелатели не испортят красоту раньше. Всего на аллее появилось 20 пальм из 22. Пара московских авторов не смогла приехать. Оставлено еще одно место для необычной пальмы, поэтому канцы могут продлить аллею. Здесь же появился и большой мраморный блок, на котором будут высечены имена победителей, лауреатов прошлых и будущих фестивалей. Также имена создателей пальм и краткие аннотации работы будут выбиты на этом камне. Из всех присланных на конкурс работ, похоже, нет ни одной. Моя пальма называется «Именованная пальма». Там написано мое имя и фамилия. Она разноцветна на цветах, чтобы она поднимала настроение всеми цветами. Не знаю, захотелось, чтобы знали меня в Каннске. Каждый пришедший сюда просто не мог не запечатлеть яркий объект. Одни снимают на цифровой фотоаппарат, другие фотографируют на мобильный телефон. Возвели пальмы всего за неделю. Результат проделанной работы превысил ожидания даже у строителей видеофестиваля. Теперь это место по праву станет новой достопримечательностью Каннска. Я сама под впечатлением, поскольку мы приехали неделю назад, я посмотрела на навес, а был только навес и на вот это вот грандиозное пространство. Я сказала, ну это нереально, просто невозможно. Но дети могут все. Также московские организаторы фестиваля намерены и дальше удивлять горожан и всю общественность, создавая все новые, не менее причудливые объекты. И кто знает, возможно Каннск станет именитий Канн. Столичные организаторы не устают удивлять сибиряков новыми идеями. В этом году самая яркая, это, конечно же, большая пальмовая аллея. Само название «Каннский видеофестиваль» мгновенно вызывает аналогию с более именитым явлением в мировом кино. Однако, разница фестиваля в Каннах и в Каннске настолько же велико, насколько и расстояние между двумя этими городами. Зато теперь вот таким необычным способом организаторы нашего видеофестиваля решили стереть все различия между сибирским и знаменитым французским городами.